арестовать нахрен киркорова привет всем хорошим людям слава украине живи беларусь друзья беларусь требуют выдачи к себе на перевоспать на перевоспитание филиппа киркорова знаете многие за каналы и ватники они освещают эту голую вечеринку как-то однобоко вообще вот просто надо на ком-то оторваться и отрываются но я вам хочу показать истину почему это происходит ведь они прячутся потому что по себе ну произошло посягательство на святое в российской федерации и они всеми силами бросились это защищать особенно понятно усердствует пропаганду вот поэтому первая тема которая все-таки затрону не могу ее пройти это голые вечеринки что происходит в беларуси и почему так перевозбудилась вся пропаганда значит есть беларуси и такой очень мега популярный назовем его так любимец диктатора лукашенко пропагандист григорий озаренко найти еще в ноябре он публиковал без перерыва что к нам едет филипп киркоров это бог музыкальной эстрады преклонялся перед его творчеством и вот только это его любимое творчество выглядело это примерно так он публиковал у себя и сегодня через несколько часов состоится наконец-таки в шоу здесь минске в любимом минске на белорусской земле потрясающее шоу вот такое и время ждете я жду с нетерпением этой встречи с вами ну естественно потом гриша не мог пройти мимо концерта полная минск арена все фанаты озаренко там собрались и он начал выкладывать посты делиться как люди восхваляют его костюмы как он одевается какой у него изумительный вкус у такие посты ну а дальше друзья происходит вечеринка в мутоборе и любовь к кумиру резко проходит я вам покажу почему сначала посмотрите насколько переполнен за патриот гнева арестовать на хрен киркорова арестовать на хрен эту ивлееву арестовать на хрен собчачку просто закрыть их берцам на голову наступить знаете я же это уже пока монтирует четвертый или пятый раз смотрю можете отмотать назад посмотреть на лицо воскресенского за человек подофигел простите за слово это ничего не сказать у него глаза могли выпасть просто там просто дальше мат был там расслабился гриша в порыве гнева очень сильно понятно от него не отставала соловьев соловьев объяснял что это все элитка пятая колонна которая показывает западу что власть захваченном и уже в москве приходите на танках и дальше по тексту вот но они же таивают самое главное когда строится диктаторский режим слово конкуренция в бизнесе можно забыть и для ивлеева это вечеринка это чистый бизнес там презентация каких-то фотографий собрала денег вход миллион все зарабатывают все там счастливы у них такой бизнес вы оказывается на этот бизнес наложена лапа и конкурент просто оказался для ивлеевой девочки не поняла кто посмотрите вот она главная вечеринка вот фотография с которой вечером ложится спать григорий озаренок ну естественно соловьев за патриоты и особенно те кто пришли на и своего место занято формат вечеринки не тот там еще были голые женщины а должны быть только мужчины а так как запретили у них все все ладно идем дальше знаете просто три дня я не знаю что там происходит с яйцами в российской федерации но что беларусь что россии что пропаганда там комсомольская правда любимая газета путина печатает следующее что оказывается есть немцы по имени николай которые рассказывают что в германии жить невозможно и утка уже 12 евро и все мучаются ну просто катастрофа но он не готов переезжать в россию он хочет мучиться в германии белорусская пропаганда рассказывает своим жителям следующий а вот традиции в старом свете уже не те походом на рождественские ярмарки европейцы предпочитают домашние посиделки цены просто заоблачные например в великобритании стандартный продуктовый набор подорожал на 25 процентов чтобы купить еду на праздничный стол британцы берут кредиты уходящий год стал рекордным по количеству краж убыток продавцов уже превысил миллиард евро снижение спроса наблюдается и во франции там тоже выросли цены вместо шампанского люди покупают дешевую шипучку а фуры которые ее перевозят стали основной целью для нападений сокращает траты даже германия главная страна старого света по объему рождественских и новогодних продаж по опросам экономит в этом году почти половина жителей фрг слову чтобы сократить расходы 64 процента населения ес готовы положить под елку подержанные вещи или передарить прошлогодние подарки ну по мнению белорусской пропаганды в европе очень печально берут кредиты чтобы себя прокормить в новый год и передарить прошлогодние подарки беда просто ладно там что-то было быков я люблю тебя несмотря на то что ты не любишь меня мои красивые новые чистые ботиночки какая чудесная причудесная у нас тут дорога маяку и днем и ночью и летом и зимой и весной знаете друзья сначала я подумал что то что объявлял лукашенко что он вкладывает сумасшедшие деньги на развитие космоса сбывается и белорусы уже по луне спокойно гуляют такие кратеры показательны потом я подумал нет ведь буквально сегодня напечатали что снимают с бюджета науки там огромную сумму денег и строить самое большое картофель охране еще срочно значит науку не вкладывается может быть это были вагнера и был какой-то конфликт мы не знаем что это произошло что такие прямо кратеры сумасшедшие ну напишите что это может быть ну и знаете закончить эфир хочу чем-то серьезным без этих шуток как я их вижу пропаганда меня любит я два месяца с ними не работал были одни интервью александр баль написал новую песню я хочу чтобы ее послушали я с вами прощаюсь до завтра хороших людей больше слава украине живет беларусь если сможете поделиться видео это круто сможете поставить лайк при много благодарен но больше всего люблю ваши комментарии вы же знаете все читаю до завтра прежний друг на военной службы дело лучше не нашел что ж ты мне говоришь о дружбе ты ж меня убивать пришел ты ж приперся устроить ад мне огнеметами дать огня что ж ты мне говоришь что брат мне ведь пришел убивать меня ты ж принес мне несносной боли разрушая мой скромный кров ты ж наплел что по божьей воле все безбожье твоих попов оправдавших тебя заранее отмывающих от греха за любое твое деяние в клочья рвущие потроха злобный умник с дурною славой вечно брущийся за края глянь на роже твоей лукавой запекается кровь моя по каким же скажи заслугам под твоим мне быть сапогом и за что называться другом оказавшись притом врагом за победу любой ценой опуская себя в цене что ж войну не зовешь войною утопая в ее огне там где разум не побеждает разумеется быть в рожде и нужда тебя вынуждает на весь мир пойти по нужде я смириться готов с судьбой раз такой ты мне друг и брат я согласен на мир с тобою лишь в плечо уперев приклад по братве твоей не горю я что отправилась на убой на войне с тобой говорю я на одном языке с тобой мол пока ты не кончил службу и зовет тебя в бой нужда ты возьми свою братскую дружбу и засунь себе знаешь куда ты мне иди сюда Субтитры создавал DimaTorzok